Всем добрый день! Меня зовут Егора Ирина Викторовна, я врач-косметолог, физиотерапевт, тренер-методист компании Гельтек по профессиональной косметике. Сегодня мы поговорим про антиоксиданты. Я хочу выделить, наверное, любимая цифра в последнее время наш, 5 причин основных, по которым нам бы стоило бы использовать антиоксиданты в косметике. Ну, естественно, антиоксиданты – это напрямую связь, сразу прослеживается со стрессовой, с усталой кожей, с кожей человека, проживающего в городе. Потому что сейчас даже стал популярен такой термин, как urban aging, то есть старение, вызванное городской средой. С чем это связано? И это первая причина, по которой нам нужны антиоксиданты в косметике. Я буду сразу проводить параллель, то есть предлагать решение, с помощью какого средства, например, мы можем это сделать. Так вот, первая причина – это полютанты. То есть это мелкие частицы всяких вредных веществ, я не буду подробно сейчас на этом останавливаться, об этом мы уже тоже достаточно много говорили, которые могут быть не только на улице, то есть не только выхлопные газы автомобилей или каких-то там заводов. Это и внутри квартиры, дома могут быть такие вредные вещества, их может выделять ваш любимый шкаф, который сделан из ДСП. И различные еще варианты могут быть. И вот эти все полютанты, они осаждаются на коже и вызывают и реакции перекисного кисления липидов, и загрязнение влияет плохо на микрофлору нашу. И чтобы с ними бороться, нам тоже нужны антиоксиданты в том числе. Так вот, чтобы побороться с полютантами, я предлагаю искать антиоксиданты в очищающих средствах, например. Ну и естественно, в пример хочу привести наш мусс из серии Хоум Киа с витамином С. Витамин С это известный антиоксидант, поэтому можно взять как решение как раз мусс с витамином С, очищающий. Следующий, второй пункт, который бы я выделила, это защита кожи непосредственно от окисления, то есть от вот этих реакций перекисного окисления липидов, которые у нас на коже происходят, даже вне зависимости от того, подействовали ли на неё патологические вот эти полютанты. Реакции перекисного окисления липидов, они приводят как раз к старению. То есть и ультрафиолет вызывает реакции перекисного окисления, и какие-то средства на кожу, которые мы наносим, и они на ней окисляются. Вот и пот у нас окисляется, и всё это как раз негативно влияет, вызывает потом признаки старения. Так вот, с ними как раз напрямую борются антиоксиданты, сильные антиоксиданты в косметике. Поэтому я бы как решение предложила уже сыворотки, которые содержат большую концентрацию антиоксидантов. К ним будет относиться и витамин С, и ресвератрол, и экстракты зелёного чая, планктона, например, и биофлавоноиды, такие как, например, дигидрокерцетин. То есть, если у вас есть комплексный препарат, в котором есть много антиоксидантов, и они в достаточно большой концентрации, то как раз его можно использовать с целью защиты кожи от вот этих реакций перекисного окисления липидов. У меня в руках как раз сыворотка наша антиоксидантная, Сиэннер живёт в неё как раз в составе, ну просто квинтэссенция из больших достаточно рабочих концентраций, потому что не всегда много, это хорошо, вот этих антиоксидантов, которые я перечислила. И её как раз очень хорошо использовать, например, утром под дневной крем. Кстати, хочу заметить, что иногда много, это не всегда очень хорошо, потому что люди иногда запускаются во все тяжкие, набирают себе и сыворотку со стабильной формой витамина С, и вечером используют, например, кислую форму витамина С, и постоянно используют эти антиоксиданты, особенно кислые формы витамина С, например, этим грешит. И такая большая избыток, большая концентрация антиоксидантов на коже, она может перейти вот эту грань и из антиоксидантного действия стать прооксидантом, то есть она, наоборот, будет провоцировать реакцию перекисленного кисления. Поэтому, если вы используете сыворотку, допустим, с двумя стабильными формами витамина С и Сиэнерджи, то не нужно вечером использовать, например, какое-то средство с кислой формой витамина С. Если же используете, например, кислую форму аскорбиновой кислоты по вечерам, то утром используйте, например, пептиды или какой-то нецинамид, сыворотки с другими вариантами, например, уходовых компонентов, которые не будут усиливать, например, действие витамина С, который используете вечером. Третий важный момент, когда нам нужны антиоксиданты, как ни странно, это когда у нас есть склонность к отёкам. Стрессовая, усталая кожа, особенно в условиях гиподинамии, когда человек не очень-то склонен заниматься активным спортом, к сожалению, вызывает склонность к отёкам. И тут я, наверное, как решение предложила бы, в первую очередь, сыворотку, которую в последнее время мне именно с этой точки зрения очень понравилась. Это труба EVFACE из нашей новой линейки VU натуральной. И там оптимально подобрано сочетание ниацинамида и витамина С, плюс там есть ещё эфирное масло ИЦ и Кубеба, которое непосредственно как лимфодренажный компонент на отёчность влияет позитивно. И вот эту сыворотку очень хорошо использовать утром. У нас есть отдельное и в видеокаталоге видео про неё, можете посмотреть. Там я более подробно рассказываю про её состав. Но она прекрасно снимает отёчность. Также, естественно, конечно, если склонность к отёку, вы можете использовать и, например, гель моделирующий для нижней трети лица, и тоже такие более специфические препараты, и, например, актив лифтинг, сыворотку нашу с кофейным полуланом. Но вот труба EVFACE я бы, наверное, как решение первое место поставила и с привязкой, конечно же, к содержанию антиоксидантов в составе. Также я бы предложила при склонности к отёкам обратить внимание на процедуры, связанные с микротоковой терапией, например, то есть лимфодренажные процедуры физиотерапевтические, которые вы можете сделать как в кабинете у косметолога, так и в целом сами что-то подобное сделать, например, самомассаж с лимфодренажем. И использовать, например, для процедур профессиональных или домашних можно тоже гели, которые содержат антиоксиданты в составе. Например, гель тонизирующий, он содержит витамины А, С и Е. Они являются тоже антиоксидантами достаточно мощными, как мы знаем. И как раз очень хорошо этот гель подходит при проведении микротоковой терапии, потому что у него хорошая лимфопроводность. Следующий момент – это тусклый цвет лица, который может быть вызван как гиперкератозом, так и нарушением микроциркуляции. В контексте стрессовой кожи и использования антиоксидантов я вот второй вариант как раз рассматриваю, когда у нас тусклый цвет из-за того, что недостаточно хорошее кровообращение. Поэтому мы можем использовать средства с сосудокрепляющими компонентами, сыворотки какие-то, или использовать те же средства, которые я уже перечислила с антиоксидантами для того, чтобы сосуды укрепить и затормозить ход старения, и просто хроностарение, и реакции перегисного окисления липидов. Но при этом мы еще и улучшить визуально нашу кожу можем кремовыми средствами, то есть завершающими, которые будут содержать и антиоксиданты уже там в небольшой, допустим, какой-то дозировке, и будут иметь декоративную функцию. То есть, например, наша сыворотка Витаматрикс, она содержит тоже комплекс витаминов А, С и Е, и содержит светоотражающие частички благодаря барононитриту в составе. И кожа выглядит визуально более сияющей, такой софт-фокус эффект фотошопа, без всякого использования тона, да, например. И тоже очень хорошо сочетается кремовая текстура Витаматрикса с гелевыми текстурами более активных сывороток, которые тоже содержат антиоксиданты. И вот это сочетание как раз очень хорошо, когда большая доза в сыворотке антиоксидантов, потом небольшая доза и кремовая текстура крема, которым мы это закрываем, да, и они, эти компоненты, очень хорошо дружат между собой и дополняют друг друга. То есть, получается синергетический эффект. И последний момент, который я хотела бы выделить, это повышенная чувствительность кожи. Потому что повышенная чувствительность кожи – это такой тоже маркер стрессовой, усталой кожи. Кожа реагирует, иногда даже на простую воду. И тут я бы предложила как решение использовать средства, которые снижают чувствительность кожи. То есть, это защитные барьерные средства, такие как, например, гель Ceramid Skin Saver. Днем мы будем защищать кожу от перепадов температуры. Это безводная текстура, ее можно даже не ждать полчаса перед выходом на улицу, а нанести практически непосредственно перед выходом, потому что у нее нет воды в этом средстве. И, естественно, под него вы можете наносить сыворотки. Тогда, действительно, мы будем ждать полчаса после нанесения сыворотки, чтобы выйти на мороз. Также мы можем использовать какие-то процедуры домашние. Если у вас есть домашние гаджеты какие-то, вы можете делать эти процедуры массажерами, либо вы можете пойти к косметологу и сделать, допустим, форез препаратов, которые содержат компоненты, которые будут снижать чувствительность кожи, то есть ее реактивность. Например, фосфолипидный комплекс с дигидрокверцетином. Он есть у нас, например, в лосьоне-концентрате Нео, который вы можете использовать каждый день как тоник, и в геле для сухой нормальной кожи Нео, который подходит, кстати, несмотря на название, для любого типа кожи. И он содержит там достаточно большую концентрацию вот этого липосомального комплекса с дигидрокверцетином. И можно делать ультралуковую терапию, то есть фонофорез делать, можно вводить его другими какими-то методами, интерпорацию, например, делать, либо использовать домашние массажеры, которые требуют тоже гелевой среды, микротоковой терапии, то же самое. И таким образом укреплять сосуды, снижать чувствительность кожи, то есть снижать чувствительность рецепторов, которые эту чувствительность повышают. И таким образом улучшать состояние, выравнивать цвет лица. Вот это, наверное, основные такие моменты, на которых я хотела сегодня сакцентировать внимание. Если у вас есть еще идеи какие-то или опыт свой, которым можете поделиться, я буду очень рада, если вы напишите под видео комментарии, поставите лайк, потому что это поможет нам продвигать наше видео и даст нам мотивацию для того, чтобы записать все новые и новые материалы, искать какие-то интересные для вас темы. Эти темы предлагайте тоже в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!